Сегодня наше видео про офис президента Объединенных Арабских Эмиратов. Офис, в который вы можете зайти, посмотреть, снять видео, сфотографироваться. Поехали! Едем на автобусе, везут в замок. Я не в Касар-Эль-Ваттан, но эти мерзии я был представлен для вас. И сегодня мы с вами пойдем и посмотрим, как выглядит офис президента одной из самых богатых стран мира. Подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Поехали смотреть! Итак, начинаем наш обзор. Вот какое красивое здание офис президента, построенное из белого мрамора и гранита. Закончилось строительство. Разные данные есть. 2010-й год, 2015-й. Сейчас мы ехали от главного входа автобусом. Вообще сказали 2017-й. Но для туристов он открыт с 2019-го года. Просто взяли, открыли и решили показывать. Молодцы! Вообще мне чем-то Тадж-Махал напоминает. И солнышко нам светит. Построен, конечно, весь Касар-Эль-Ваттан в восточном стиле. Сейчас немножечко полюбуемся колоннами, узорами и пойдем внутрь. Вся красота здесь внутри. То есть, сильно еще удивимся. Сейчас это офис президента Арабских Эмиратов, первого сына шейха Зайда, шейха Халифы. А у великого шейха Зайда был совсем простой офис. Как это и должно быть? Сказочная плитка с узорами. Красивые столбы с орнаментами. Фонари. Такое впечатление, что идешь в сказке. И здесь очень много куполов. Все в куполах. И фонтанчик. От фонтанчика такой рев. Надеюсь, меня хорошо слышно. Я сегодня с микрофончиком. Вот такой Касар-Эль-Ваттан снаружи. Сейчас пойдем побываем внутри. Но все-таки дошли мы до фонтанчика. Тут просто рев воды. Такое сказочное впечатление создает. Тут есть подсветочка уже. Если вам видно, как под золото переливается таким золотым перламутром. Плиточка. Просто красота. Смотрим, такие как барельефы красивые. Узорчики. И сейчас уже направляемся внутрь. Посмотрим, чем удивит офис президента Арабских Эмиратов. Внутри. Полюбуемся узорами и будем заходить внутрь. Посмотрим изнутри. Дворец. И офис президента Арабских Эмиратов. Какая дверь. Кстати, двери здесь все из клена. И также есть информация, что действительно ручки из подзолоты. 24 карат. О, Наташа уже идет смотреть. Будем проверять сейчас. Показывают такие ручки высокие. Кто же открывает такие двери? Только Наташ поместится. Да, сколько Наташ будет там? Сколько Наташ поместится? Ну что? Сейчас будем заходить. Что за дверьми? Ребята, мы в сказке. Просто полюбуйтесь. Это музыка, узоры. Снимать можно все, не вопрос. Плитка шикарная какая. Боже мой, не верится вообще. Вот это офис. Вот это замок. Вот это дворец. Ну, давайте по нему походим, что ли. Пойдем сначала направо. Полюбуемся еще раз плиточкой. Дворец состоит из восточного и западного крыла. Начинается здесь все. Санитайзера, конечно же. Но я уже продезинфицировала руки. Ой, какие узоры. Ну что ж, пойдем. Встречает у нас фотография, конечно же, шейха Заяда. Шейха Зая, 71 год. 71 год, то есть день рождения страны. В стране 49 лет. Это конференц-зал такой, пресс-центр. Мы считаем, что это конференц-зал. Пресс-центр. А, я не успела прочесть. Наташа говорит, что точно. Что я когда шла, у меня была только арабская вязь. Это ткань? Ох, да, теперь я вижу. Это все ткань. Сейчас столбы покажу красивые какие-то же. С такой вязью. И рисунок, и как будто туда еще арабские буквы вплетены. На самом деле нет, так только кажется. А, ну вот, да, теперь вижу конференц-зал. Вот удобно в таком заседать. Удобно и приятно. Давайте еще потолочки посмотрим. Здесь так видна позолота, блестит. Вот и надпись Касар-Элеватан. Отлично, очень красиво. Идем в следующий зал. Вышли мы из конференц-зала. Направляемся дальше, вперед. Но тут направляться-то не так просто. Все время надо останавливаться и любоваться красотой. Какая плиточка красивая, мозаичная. Борельефики все. Но оформление просто вот очень, очень сказочное. Я говорю, а у меня сейчас такое эхо. Ого, вот это да! Какой же он большой! Уже немножко туристов подъехало, а то вообще никого не было. Мы специально пришли попозже к пяти, чтобы еще увидеть шоу. Тут ходить не переходить. Люстры, потолки, узоры. Тут каждый узор, по-моему, можно стоять и час разглядывать. Чувствуешь себя приятно и отлично. Любуемся дворцом и продвигаемся дальше. Поворачиваемся. Здесь такой куб. Куб, который просто разбивает на грани. Смотрите, я раз, я два, я три. Это интересно. И плиточку тоже разбивает на грани. Класс! А вот снова красивые барельефы. И наверху. И мозаики разноцветные. Какой куб интересный. Интересно, если вход. А эти двери, это что-то. Эти узоры. В общем, все красиво, престижно, богато. Сделано очень круто. Ой, здесь закрыто. А что же в этом кубе? Здесь, в принципе, ничего нет. Только пару экранов. Наверное, здесь были какие-то видеофильмы про дворец в докоронавирусные времена. А далее с вами мы направляемся почти к самому знаменитому объекту здесь. В золотой сфере. Видим издалека. Многие говорят, что это вязь арабской буквы. И они символизируют цитаты из Корана. На самом деле нет. Это высказывания шейха Зайда. Зашифрованные в этой сфере. Сейчас подойдем ближе и все посмотрим. Какие стены красивые. Просто повезло подойти ближе. И посмотреть сферу. Только что тут было много туристов, но все не разбежались. Вот она снаружи, вот она внутри. Здесь действительно, да, я узнаю буквы арабского алфавита. Это арабская вязь. Арабские слова. Это высказывание великого шейха Зайда, который поделился со своим народом. И который объединил Арабские Эмираты в одну страну. Справа от золотой сферы находится дом знаний. Здесь написано, что с середины 8 до середины 13 века наконец-то школа стала подниматься. Стали нужны знания математики, астрономии. И мне как училке физкультуры вообще это приятно, потому что учителя стали, можно сказать, котироваться. Вот здесь так темно, очень переживаю, чтобы передать вам все. Люстры здесь красивые и свет такой, будто светлячки переливаются. Будто, я не знаю, что, кристаллы, как это описать. Ковер. Безумно красивые орнаменты. Я так понимаю, сейчас подойдем ближе. Это книжки, письмена, все, что относится к школе, к учению. Это небольшое отделение называется «Медицина в золотом веке». Этот золотой век с середины 8 по 13, где как раз люди поняли, что очень важно учиться. Здесь все книги относятся к медицине. Очень красиво. И так хорошо сохранились. Если вы слышите скрип, это пол здесь такой. Очень прикольно сделано. Я хожу и скриплю. А вот и «Серджикал Тулс» — это инструменты хирурга. Ой-ой-ой, не хотела бы я попасть на операционный стол с такими инструментами. Ну, конечно, от врача все зависит, но не-не-не. Оказывается, есть здесь книга «Великого отца медицины и бенцины». Сейчас посмотрим. Кстати, если... Действительно, как бы тут должен быть только оригинал в таком дворце. Она очень круто сохранилась. Вот подтверждение. Великолепно. В этом зале очень много-много старинных книг. Также оформление такое, что хочется сесть, сосредоточиться и начать учиться. И не онлайн. Не могу не показать вам оригинал книги «Тысяча и одна ночь». Да, здесь есть оригинал. А кто из вас знает автора? Я не знаю. Идемте посмотрим. Кстати, также здесь представлены инструменты тех времен. И вот первый инструмент называется «УД». Дальше такое прикольное творение. Даже не представляю, как здесь играют. Называется Ребабах. Ну да, Ребабах точно. А этот вот напоминает уже гусли. Называется он «Канум». А вот налево от сферы официальный митинг-рум. Площадочка огорожена. Можем поснимать только с площадочки. Ой, большой какой. Какой красивый стол. Вот он какой. Здесь до сих пор проводятся встречи с мировыми лидерами. Портрет я не вижу. Шейх-Зайд вроде бы. То есть или Шейх-Зайд, или его сын Шейх-Халифа. Нет, это Шейх-Зайд. Красивые люстры. Красиво оформлены потолки. Вообще класс. Большой длинный стол. Мягкий ковер такой. Ноги в нем просто утопают. Столбы такой мрамор темный. Красивый. И позолото сверху. И у нас по традиции обзорочка туалета. Касар-Эль-Ватан. Ну, конечно, женский туалет. Но все равно, думаю, он идентичен мужскому. Итак, мы в туалете в офисе президента Арабских Эмиратов. Чую краны золотые уже. Видим по золоту. Чую-чую. Вот так удобненько. Очень скромно, кстати. Две кабиночки. Одна вот для инвалидов. Две кабинки. Давайте заглянем в обычную. Унитаз, бумажка. Ну, как-то, знаете, ожидала большего. Ожидала золотых унитазов, но... Нет, все скромно, все скромно. Только краники под позолото. Вот такая штучка есть. Метесь, что-то у вас случилось, подергаете. Я не знаю, это знак. Или встать поможет, или за вами придут. Ну, в общем, прикольно. Вот золотые краники. Ну, главное, что есть бумага, салфетки, мыло, и что бесплатно. Продолжаем нашу прогулку. Все, любуюсь дверями, любуюсь. Высота дверей, конечно, мощь. Мощь. Такие узоры с позолотой. Красивые люстры. Сейчас узнаем, что здесь. Никакой информации не дается. Лампа, два кресла. Все и ленточкой перемотано. Возможно, любимое место президента посидеть, отдохнуть. Или тайная переговорная. А вот какой он в длину, этот шикарный дворец. Повернула направо. Снова есть такая сфера. То есть, получается, она здесь в каждом углу. Человек сидит, отдыхает, уже утомился. Шикарные потолки. Вот снова лампа. Наверное, просто такой интерьер, чтобы никто не бегал, не трогал. Вот обычные лампы, и заходить нельзя. Банкетный зал. Идемте посмотрим. Красиво. Сразу видно, креселки удобные. Так, давайте отсюда посмотрим. Двери. Ага. Узорчики. Ковер. Ковер. И креселки удобные. Ага. Вот там вдалеке будто шведский стол стоит. Снова красивенная люстра. Идем дальше. Вот уже из другой дверцы наблюдаем банкетный зал. Узорчики потрясные. Ручки высокие. Если там мы видели, что вот как-то по четверо, по шестеро. А здесь такой длинный стол, как королевский такой. Красиво. А здесь такая выставка полусфер, полукристаллов. История, которая делалась в год толерантности. Пару лет назад у нас был год толерантности. Ага. И здесь. Здесь все достижения, которые были сделаны за этот год. Отлично. Все понятно. Все прекрасно. Все я вам показывать не буду. Очень красиво. Идем дальше. Вот здесь вход на второй этаж. И нам разрешили туда пройти. Сейчас сниму такие волшебные люстры потолки. Это вообще что-то. Это такие конструкции феноменальные. Сейчас пойдем посмотрим, что на втором этаже. Ну, на второй этаж, наверное, подняться не получится. Экскалаторы закрыты. Но здесь, наверное, как зона отдыха. Я не знаю даже, что это. Какие люстры необычные. Бирюзового цвета. Или, скорее всего, это будет выход на шоу. 7.30. Смотрите, как экскалаторы подсвечиваются. Вообще шикарно. Столбы. И охранник сказал, что это саммит-рум. Комната для саммитов. Плиточка шикарная. Войдем посмотрим. Показываю узоры на дверях. Шикарно. Входим. Ох, мы читали про эту комнату. И здесь самая огромная люстра. Интересно вам передает. Хоть чуть-чуть. Я очень надеюсь, потому что она очень яркая. Поднимаемся немножечко здесь. Ух ты. Красивое кресло. Полагаю, кожаные. Такой ковер, где ноги утопают. А вот вдалеке, кстати, кресла такие удобненькие, удобненькие. На массажник напоминают. Подойдем ближе. Но люстра это что-то. А вот, кстати, информация про люстру. Сейчас покажу вам. 350 тысяч кристаллов, вес 12 тонн. И чтобы вы понимали, 8 метров. Вот это люстрочка. Кстати, а что мы сейчас слышим, это высказывание великого шейха Заяда. Они здесь повсюду. Кстати, здесь есть специальные таблички. Указывают, как сидят те, кто заседает. Вот Лига Арабских Штатов. 22 нации. Вот такое вот построение стульев. Дальше смотрим. Cooperation Council. Совет коопераций. От 1619 делегатов. 6 наций сидят вот так вот. Вот это да. Организация исламская. Исламского объединения. 57 наций. И 2 добавочных сидения. Вот так вот сидят. Ха-ха, все не так просто. Выходим из комнаты саммитов. Просто посмотрите, какой лифт. Один, второй. Шикарные лифты с плиточкой. С узорами. По-моему, и с позолоткой наверху. В общем, круто, тенюшка. Идем дальше. Ха, кстати, сейчас напоминает мне эти вот фонарики салют. Напоминает салют. И последний из залов. Подарки. Подарки президенту Арабских Эмиратов от лидеров других стран. Ох, люстра шикарная. Но люстра это не подарок. Идемте посмотрим, что же такого можно подарить человеку, у которого точно все есть. А вот и список стран, кто бывал здесь. И, наверное, кто оставлял подарки президенту Арабских Эмиратов. Нашла Украину, Туркменистан, Россию, Республику Беларусь. Еще точно здесь видела Казахстан, Узбекистан, Армению. Очень много стран СНГ. Это радует. Так, мы зашли, начинаем. Красивые фигурки. Стеклянные, скорее всего, нет, конечно же, какой-то кристальный сокол, ястреб на картине из золота. Ну, конечно же, это же одно из увлечений всех шейхов в этой стране. А вот и фотография шейха Халифы, нынешнего президента Арабских Эмиратов, первого сына шейха Заяда. Вот мы видим знаменитое оружие. Ножи, кинжалы. Конечно же, это классный подарок для мужчины, действительно. Такие мечи с драгоценными ручками, щит, меч, ножны из золота с бриллиантами, ружья. Не буду перечислять, кто дарил. Тут много и Франции, и страны Африки, и Чайна, Китай. Просто уйдет целая куча времени. А вот эта скульптура никого не напоминает. Казак тянет лошадь. Ну-ка, смотрим. Украина. А, здорово. Вот. Подарок из Украины тоже есть у президента Объединенных Арабских Эмиратов. Здесь такой стенд с лошадьми, со слонами. И подарки еще из стран Узбекистана, Казахстана, Кыргызстана. Ну и самое приятное, что здесь есть Украина. Видим справа такое красивое убранство. Одежда. Это одежда самурая. Очень красиво. И дальше идет белый халат. Подарок из Казахстана. И синий халат. Такой темно-синий. Подарок из Узбекистана. Очень красиво. Далее модели кораблей. Испания. Мальдивы. Еще раз Мальдивы. И Кувейт. Вот эти красивые книги. Это варианты священного Корана. Такой красивый золотой веночек. Конечно же из Греции. Тарелочка из Испании. А дальше Бахрейн, Палестина, Кувейт. Башенка и ключи. А дальше такие красивейшие медали и монеты. Бахрейн, Кувейт, Корея. Много стран. Кстати, снова нахожу Украину. Сейчас поищу монетку конкретно. Не могу найти. Все уже увидела в центре. Просто такой отблеск камеру идет. Вот же Киево-Печерская лавра и трезубец. Да тут не только одна монетка, которую я заметила. А вот еще целых три. 10 гривен. Дальше маленькая Киевская Русь. И дальше Аскольд написано. Тут прилично так монеток с Украины. Великолепный ковер из Туркменистана просто поместили в отдельный стенд. Очень красивый подарок. Дальше фарфор. Золото, серебро. Золотые часы. Золотой венок. Кинжал, наверное, серебряное или белое золото. В общем, подарки красивые. Достойные президента великой страны. И очень много красивых дорогих вас. Что мы еще здесь увидели? Кусочек янтаря из Украины. Ну как кусочек? Приличный такой кусок. Красиво смотрится, да. Украинский янтарь. Дарит счастье, дарит силу, защищает. Все отлично. Ну что, мои хорошие, как вам видео? Понравилось? Пожалуйста, поставьте лайк, прокомментируйте и подпишитесь. С вами был канал Училка физкультуры в Эмиратах. Всем добра!